Спасибо большое, коллеги. Добрый день. Чуть-чуть проглядела чат. Смотрю, здесь у нас педагоги и психологи, воспитатели детских садов и учителя начальных классов. Попробую сегодня доступно материал представить, но у меня своя точка зрения на тему. Поэтому, если есть вопросы, вы можете вопросы задавать во вкладочке «Вопросы». Я потом буду заглядывать. Ну и по ходу тоже я смотрю в чат. Если увижу какой-то вопрос по ходу, тоже буду, ну, уже, да, увидела, отвечу. У нас с вами сегодня актуальны, давайте сначала представлюсь еще раз, кандидат психологических наук, доцент Тульпаев Галина Фанилевна. И в той неделе руководитель высшей школы психологии и педагогики Уфимского университета науки и технологий. Я, прежде всего, клинический психолог, нейропсихолог. Те, кто были на моем вебинаре, знают, что всегда мой вебинар построен с позиции нейропсихологии. Понимаю, что у нас сегодня тема про образовательные технологии, она немного педагогическая. Но мой взгляд будет с позиции все-таки нейропсихологии. Это моя цель заинтересовать учителей, педагогов, воспитателей, педагогов-психологов нейропсихологии. Потому что она вот плавно-плавненько, но все больше и больше входит в нашу жизнь. Поэтому мы сегодня будем смотреть использование современных образовательных технологий в практике обучения и воспитания, поскольку для учителей, для педагогов с позицией нейропсихологии, это мой взгляд, можно пользоваться отдельными играми. Но игр будет мало, но все-таки какие-то наработки я вам представлю. И у нас прежде всего прицелено, мы сегодня будем смотреть деток с ОВЗ, не взрослых людей, именно деток у нас в теме заявлено. И я смотрю, что у нас вообще вот сейчас были перечислены вебинары, очень много вебинаров именно для деток с ОВЗ. Вот, наверное, даже не наверное, а тема актуальная, поэтому именно на них так много тем сосредоточено. Значит, я работаю, еще раз, да, в нейропсихологии, это будет мой взгляд, я работаю прежде всего с детками с аутизмом, с детками с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, и с детками с задержками развития, кроме деток с задержкой речевого развития, это все-таки логопед, ну или вместе совместная работа, это логопед, дефектолог и нейропсихолог. Все-таки там больше логопедического. Вот, и будем говорить об этом. Значит, я, прежде чем перейдем к основному материалу, хотела бы все-таки вернуться к определению, кто такие лица с ограниченными возможностями здоровья. Тем более я смотрю у вас вебинары, прям плотненько про этих лиц идут. Значит, лица с ограниченными, что у нас потом не было, да, таких разниц в понятиях, поэтому сразу определимся с понятиями, кто такие лица с ограниченными возможностями здоровья. Люди, имеющие недостатки в физическом и, посмотрите, или психическом развитии, имеющие значительные отклонения от нормального психического и физического развития и связаны с серьезными, врожденными, приобретенными дефектами в эту силу нуждающихся в специальных условиях обучения и воспитания. Я тут выделила в определении понятия, имеющие недостатки в физическом и психическом развитии. Сейчас мы еще посмотрим, кого конкретно, да, с какими нарушениями включают людей в группу ОВЗ, но все-таки посмотрите, на чем, как нейропсихолог, уже хочу заострить внимание, в физическом и психическом развитии. Поскольку первоначально мы все-таки развиваемся именно физически, то есть первично наше тело, поэтому обращу ваше внимание, что, как правило, физические недостатки тянут за собой недостатки психологического характера, не психического, потому что психическое – это все-таки психиатрия, это нарушение психических конкретных. Но и физические, да, мы часто их упускаем, точно так же, как и психические, ведут за собой проблемы психологические. Мы сегодня про них будем говорить с позиции нейропсихологии. И посмотрите, думаю, что вы знаете, но все-таки акцентируем внимание, вызванные серьезными врожденными и приобретенными дефектами. То есть врожденные – это могут быть в процессе зачатия, вынашивания и в процессе рождения. Очень часто рождения встречаются все-таки. И приобретенные, да, приобретенные, да, опять с позиции нейропсихологии. Это чаще травма головного мозга, это могут быть онкологические какие-то изменения, это могут быть инсульты даже у детей, да, гипоксии и так далее. Это нарушение, которое будет в результате приобретенного дефекта. И мы сегодня будем говорить о специальных условиях обучения и воспитания, поскольку у нас технологии все-таки, да, это вот прям наша сегодняшняя тема. Значит, лица, входящие в группу ОВЗ, список стандартный, он есть в любом источнике, который рассматривает вообще, в принципе, нарушения, да, у лиц таких, и по педагогике, психологии, в принципе, список, он един. Есть некоторые различия, я сейчас озвучу, может быть, кому-то будет интересно. Значит, лица, входящие в группу ОВЗ, это лица с нарушением слуха, посмотрите, глухие, слабослышащие и поздно оглопшие. Мы скорее в нейропсихологии имеем дело со слабослышащими детьми, да, если мы говорим про нарушение слуха, но это скорее дети с нарушением фонематического слуха, то есть дети, которые не различают фонемы, да, или для них фонемы – это труднодоступная штука, да, когда одни эти слова, разные слова, но одинаково звучащие, практически одинаково звучащие, для них недоступны, не перерабатывают. Лица с нарушением зрения – слепые, слабовидящие. Лица с нарушениями речи – опять повторюсь, это больше логопедия, и с нарушением речи, конечно, больше работают дефектологи и логопеды. Лица с нарушением интеллекта – это умственно отсталые дети, да, разные степени умственно отсталости есть, я думаю, что вы про них знаете. Лица с задержкой психического развития – то, что мы вставим в диагноз ЗПР. Лица с ДЦП – с нарушением порно-двигательного аппарата. Лица с нарушением эмоционально-волевой сферы – это чисто психология. И лица с множественными нарушениями в сочетании двух-трех предыдущих озвученных нарушений. Значит, здесь, посмотрите, нету, вот в некоторых классификациях выделяют еще отдельно аутизм. СДВГ, как правило, не выделяют. СДВГ относится к лицам с нарушением эмоционально-волевой сферы. Вот ближе к ним, иногда там внутри, да, в этой группе выделяют. Но, обратите внимание, аутизма нет, хотя аутизм тоже некоторыми авторами включается в группу лиц ОВЗ. Значит, психологические особенности, прежде чем нам говорить про технологии обучения, воспитания таких лиц, нам нужно обязательно знать про психологические особенности таких детей, таких лиц, да, с ОВЗ. Но, поскольку, вернусь вот сюда, к списку, список достаточно широк, если внутри их рассматривать, то это вообще отдельные группы, которых нужно рассматривать, в принципе, отдельно. То есть психологические особенности у каждой группы свои, они особенные, иногда переплетаются друг с другом, иногда имеют только специфический характер. Но, вместе с тем, очень условно, достаточно условно, всех деток с ОВЗ можно в психологических особенностях объединить следующее. Как правило, у них очень низкий уровень информированности об окружающем мире, да, потому что, ну, если, например, это ребенок с проблемами в слуховой системе, в зрительной системе, ДЦП, я думаю, тут даже пояснять не надо. И так будет понятно, что уровень информированности в результате того, что у них одна анализаторная система не работает, да, и они опираются, в отличие от деток в норме, на другие системы, этот уровень, конечно, низкий. Что значит опираются? Очень часто у деток, например, у которых нарушение зрительной системы, да, или патология зрительной системы, или, как говорят нейропсихологи, несформированность может быть тоже, да, или недосформированность, говорят, зрительная система. Очень часто эти детки опираются на слуховой анализатор, то есть у них очень развит слух и тактильный. И, в принципе, вся работа, вся технология для таких детей будет построена именно вот на этом принципе. То есть если у нас очень плохо работает зрительный анализатор, да, слуховой анализатор, то мы будем опираться на все другие, те, которые работают хорошо, и в большинстве случаев у таких деток работают даже лучше, чем у деточек в норме. Еще одна особенность. Дети с ограниченными возможностями здоровья обладают повышенной тревожностью и раздражительностью. Впечатлительные, реагируют на малейшие изменения тона голоса, обидчивые, плаксивые, беспокойные. В ряду случаев наблюдают сильная возбудимость, агрессивное поведение. Это действительно так, поскольку я работаю с аутистами, я давайте больше про аутистов. Очень редко попадаются с нарушением зрительной системы, с слуховой системой, с тактильной. Это чаще всего аутизм с ДВГ, с ДЦП, нейропсихология вообще не работает, но для них это тоже актуально. Что значит повышенной тревожностью и раздражительностью? Расскажу вам случаи. Я обычно на вебинарах рассказываю такие актуальные обращения. У меня вчера был мальчик, у него стоит диагноз аутизм, но он высокоинтеллектуальный аутист. То есть он очень хорошо считает, он очень много знает, он может вам рассказать все, что угодно про любую страну. Он не рассказывал, сколько баллистических установок у каждой страны, у какой страны, у какого цвета флаг и так далее. То есть это высокоинтеллектуальный, с охранным интеллектом аутист. Но у него имеются проблемы с тонусом. Сейчас чуть попозже про тонус скажем. И у него есть проблемы с коммуникабельностью. Его не очень любят в классе, в классе его обзывают, потому что детки у нас не понимают. Детки очень агрессивный народ. Они не совсем понимают, кто такой аутист и почему он такой особенный. Проблемы с коммуникацией у него есть, над этой коммуникацией мы работаем. Причем получилось так, что обычные нейропсихологические техники немножко нам не подошли. И мы в эти техники включили, ему очень нравится песочница, техники в песочной терапии. И мы вчера, например, с ним просто строили город в песке, в песочнице, в рамках песочной терапии. Но вся штука не в этом. Мы когда строили город, я делю кабинет еще с другими специалистами. В то время, пока мы с ним строили город, уже завершали, зашел другой специалист. Открытый ко мне ребенок, который ко мне привык, мы с ним занимаемся уже третий месяц. Он уже не стесняется, не борется, он уже на меня не агрессирует, хотя недавно только агрессировал. Он уже не тревожится, у него нет уже такой степени раздражительности. У нас тут ним контакт как-то уже налажен. Заходит другой специалист, он закрывается, он молчит, он никак не реагирует. И вдруг в какой-то момент говорит, в городе появились чужаки, оперируя тому специалисту, который только что зашел, надо с этими чужаками что-то делать. То есть ребенок сам выдает. Посмотрите, вот в этот момент как раз и появляется вот эта самая тревожность, раздражительность. И вы представляете, когда ребенок постоянно, когда идет на улицу, постоянно встречает незнакомых людей, вот он постоянно в тревожном, раздражительном состоянии, иногда в агрессивном, когда к нему подходит. Его же мама рассказывала случай, когда буквально на выходных они поднимались на лифте на свой этаж и ждали лифт, а к лифту подошли мама с двумя близняшками-девочками. Такой наш парень, он говорит, закрылся, вот так вот весь, прям телом показывает, что мне неприятно сейчас присутствовать у других людей. Это тоже для него тревожная, очень раздражительная ситуация, когда хочется отреагировать. Но он закрылся, потому что он отреагировать-то не может. Он закрылся и вот так вот он стоял, ждал лифт, пока мама, понимая вот эту всю ситуацию, не вызвала грузовой лифт, который вот рядышком обычный, они уехали на нем, пропустив вот этих вот девочек. Это вот про это, про то, что вот эта тревожность, она все-таки остается. И здесь, коллеги, не все психологические особенности детей с ОВЗ. Я только оставила, в литературе вы кучу можете их найти на самом деле, да, вот такую в группе большой. Но те, которые с моей позиции актуальны и на которые можно обратить внимание. Значит, третий такой пункт, третья психологическая особенность – это особенности семейной ситуации. Это тяжелые переживания, это стрессы, это депрессии, это ощущение потери смысла, особенно на начальных этапах, когда ты только узнаешь, например, что у тебя, у ребенка есть какая-то патология. Пусть это даже патология зрительной системы, слуховой системы, это в любом случае для семьи шок. И нет, наверное, в литературе такой системы, когда вот сразу семья включается, есть какой-то отработанный алгоритм, когда с семьей работают. К сожалению, это не так. И по моим наблюдениям, очень многие семьи, даже когда детки с сохранным интеллектом, да, с аутисты, с СДВГ, ребенок, который носится бесцельно по комнате, которого нельзя собрать, обычно родители таких детей приходят очень уставшие, очень замученные, родители, которым требуется передышка, отдых, да, и так далее. Я, может быть, рассказывала на предыдущих вебинарах, но все-таки, может быть, не рассказывала, не помню, к сожалению, у меня были две девочки-близняшки, пяти лет, обе с диагнозом аутизм. У них немножко разные были аутистические особенности, но все-таки диагноз у них стоял, и первоначально, всегда на занятия, да, прежде чем прийти на занятия, приходят на диагностику. И созвонившись, узнавшись, что все-таки две девочки с аутизмом, пять лет девочкам, я подумала, что, ну, как бы вот это, да, из опыта, что, скорее всего, мама придет тоже замученная, тоже не особо контактная, которую вот прям хочется-хочется отдохнуть, которая устала вообще вот от всего, от быта, да, прежде всего. Насколько было большое мое удивление, я, конечно, маме сделала комплимент большой, но мама пришла, она пришла в платье, выпишет по внешним признакам, да, у нее был очень красивый маникюр, она была накрашена спокойно, настолько молодец мама, вот прям по ней не скажешь, что у нее две девочки с диагнозом аутизм, одновременно две, потому что с одним ребенком иногда приходят, настолько замученная мама. Но вот тут вот прям у меня на сердце стало полегче, потому что вот эта мама, которая будет тебе помогать в работе, которая знает цель, которая свою ситуацию отработала, она ходила к психологу, да, и которая будет вот в контенте. Вот у нее нет особенностей, да, в семейной ситуации, но она говорит, что она была, но она ее преодолела успешно, ничего страшного, вот в диагнозе ребенка по сути нет. Коллеги, очень быстренько переходим, хочется все-таки тоже, да, объяснить, что такое образовательные технологии, у нас еще и воспитательные. Вообще технологии, совокупность методов, инструментов для достижения желаемого результата. Нам нужен результат, да, поэтому я определение здесь поместила для того, чтобы вы понимали, что такое вообще в принципе технология. Это какой способ для того, чтобы достичь того результата, который мы хотим. В нашем случае это будет обучение, воспитание чему-то. Значит, я, конечно же, поинтересовалась, что в ГОС, будучи педагогом-психологом по первому образованию. Значит, во ВГОСе образовательные технологии расписаны, вы можете их найти. Я не стала здесь делать ссылку, но вы можете в интернете найти, там без проблем, да, сразу выходит. Значит, образовательные технологии во ВГОС делятся на много-много там классов, и расписаны их особенности. Здесь только некоторые, например, информационно-коммуникативные, технологии формулирования критического мышления, проектные, технологии проблемного обучения, это, да, отсылка к выгодскому, здоровье сберегающие, игровые, модульные технологии мастерских и так далее. Там их еще много. Значит, в чем сосредоточу ваше внимание? Опять, я к нейропсихологии. Мы все-таки чаще используем технологии игровые, да, то есть в игре мы воспитываем и обучаем. И это технологии проблемного обучения. Сейчас поподробнее мы про них поговорим. Коллеги, если есть вопросы, в чате, в принципе, можно, да, если есть. Значит, игровые технологии по ВГОС, тоже не буду на этом сильно заострять внимание. Ну, там прям расписаны, что такое игровая технология, чем она отличается от других технологий, и что в нее входит, да, здесь написано интеллектуально-коммуникативные, психологические игры, предметные, обучающие, творческие и так далее. В принципе, в нейропсихологии мы используем весь вот этот вот материал. Теперь, из чего мы вообще исходим? Значит, в нейропсихологии, вот тот опять был на предыдущих вебинарах, на чем вся нейропсихология вообще построена, да, на теории, которую разработал Александр Маншлурия, называется она структурно-функциональной, структурно-функциональной организации мозга, и согласно этой теории, мы сегодня ее подробно не будем смотреть, но кого заинтересует, посмотрите обязательно, особенно вот у педагогов, у учителей, воспитателей, мне кажется, интересно, чтобы и с позиции этого построить уже работу с детьми. Значит, с точки зрения Лурия, весь головной мозг, а наш головной мозг, это та система, мы же про обучение и воспитание, да, та система, которая все эти процессы контролирует, да, нет такого процесса в организме, который бы не контролировался нашим головным мозгом. Поэтому нейропсихология оттуда исходит, отсюда же воспитание и обучение, да, как цепочечка. Значит, делят на три больших блока. Блок первый, посмотрите на картинки, тоже не буду углубляться, прям пробегусь только. Блок называется регуляция активности, включает в себя глубинные подкорковые структуры, это структура ствола внутри головного мозга, с него начинается формирование головного мозга вообще, внутри утро, да, и дальше уже по нарастающим. Значит, этот блок обеспечивает энергетические процессы и мотивацию, вот здесь вот наверху на слайде прописано. Что значит энергетические процессы? Этот блок ответственен за энергию нашего тела, за энергию нашего мозга, за работу нашего мозга. И если и этот блок подтормаживает, мы обычно видим, ну, я уж тогда, да, нейропсихологический сленг подтормаживает, недоразвитый, да, мне говорят, плохо развит или недосформирован, как правило, мы получаем ребенка, у которого энергетический потенциал в дефиците. То есть это дети, которые очень быстро устают, например, делали какое-то упражнение, да, немножечко поделали и вроде как устал. Как мы это можем видеть? Это мы можем видеть очень просто. Я думаю, что вы таких деток видели. Это детки, которые пытаются все время лечь, то есть облокотиться на что-то, лечь, да, на стол, на пол, валяться на полу чуть-чуть. Им вот нужно какой-то период отдохнуть. Если мы говорим про деток с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, у них в том числе, да, вот этот блок немножечко подтормаживает. В каком смысле они вот когда бегают, 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 вроде у них энергия чуть-чуть закончилась, они могут отдохнуть пару секунд и потом снова начать бегать. Это вот дает о себе знать энергетический блок. Второй блок – блок приема, переработки, хранения информации. Здесь лежат как раз-таки зрительные ощущения, слуховые ощущения и тактильные ощущения. Мы сегодня говорим про деток с ОВЗ, у них нарушение телесное. То есть слуховая система не работает, потому что не работает слуховой анализатор. Именно, да, кто знает психофизиологию. Лури все-таки говорил про работу коры. Поэтому этот блок вот к сегодняшней теме не имеет прямого отношения, да, но все-таки, посмотрите, это переработка слуховой, зрительной, зрительно-пространственной информации. Здесь нет еще тактильной, еще и тактильной. Да, то есть это ощущение от тела, это слух, это зрительная система. И там, где они перекрещиваются у нас в мозге, это пространственная информация, то, что я вокруг себя вижу. И блок третий – это блок программирования и контроля собственной деятельности. Формируется он дольше всех, по некоторым данным, от 18, уже сейчас говорят, и до 25 лет. Блок, который ответственен именно за программу деятельности. То есть то, что я сейчас делаю, я понимаю, что я сейчас делаю. И за контроль, значит, я сделаю, проконтролирую, правильно я сделал или нет, да. То же самое в домашних тетрадях. Когда я сделал какое-то задание, я точно знаю, как я сейчас его буду делать, а потом я его проверю самостоятельно. Это проконтроль. У деток с ДВГ именно вот этот блок имеет задержку развития чаще всего. Это блок программирования и контроля. Когда я не программирую свою деятельность, не контролирую свою деятельность и бегу вперед паровозом. Давайте разбираться. Значит, есть комплекс упражнений в нейропсихологии. Он разработан. Вы можете его найти тоже в интернете. Ну, просто так его, конечно, применять нельзя. Это скорее обучение, да, специальное. Но отдельные техники вы можете использовать на занятия с детьми в условиях детского сада, в условиях первых классов, да, даже, может быть, старших классов. Значит, энергетический блок – это блок, в котором лежат наши энергии. И для его активизации очень часто применяются в нейропсихологической практике, мы тоже применяем в коррекционных упражнениях, всякие дыхательные упражнения, чтобы запустить, насытить тело кислородом, потому что работаем мы все-таки через тело, да, первичное тело, потом уже психика. Значит, дыхательные упражнения. Есть отдельный комплекс дыхательных упражнений. Вы можете их найти в работах Семенович, например. Их, на самом деле, упражнений очень много. Это целый блок. Можете найти в интернете такие упражнения. Но, в принципе, это упражнения, которые мы и так с детками делаем, да, и детки сами иногда даже делают. Здесь, как пример, таких упражнений. Это мыльные пузыри. И, когда мы надуваем мыльные пузыри, мы контролируем, да, как раз-таки в этот момент дыхание. И особенно четко это видно, когда мы на всяких инструментах, да, связанных с дыхательной системой, издаем звуки. Это развитие и слуховой системы сразу, это и дыхательные упражнения. Очень хорошие. Еще раз, коллеги, я говорю, дыхательных упражнений, вот прям упражнений очень много. Я вам просто наработочки, да, вы можете использовать на уроках вот это. Что еще вы можете заметить у деток с ОВЗ? Значит, я проговорю тоже, это тоже будет относиться к первому блоку по лури, энергетическому блоку. И это тоже работа, посмотрите, с телом. Я говорю о тонусе тела, и, скорее всего, вот таких деток видели. Ну, такой открытый прям признак у деток с нарушениями тонусными, а, соответственно, и первого блока энергетического, да, смотрите, цепочечка должна выстраиваться, это когда ребенок пишет в тетради. Вот обычно или рисует, да, что-то калякает даже маленький ребенок. Когда тонус гипо, то есть маленький, да, гипо, особо маленький, не до конца развитый тонус, ребенок обычно нажимает на лист еле заметно. В гипертонусе это ребенок, который будет на листе делать дырки, то есть он будет писать настолько сильно, что будут появляться дырочки. Вот мой мальчик, про который я рассказывала вчера, приходил аутист, вот у него гипертонус. Он настолько сильно нажимает на тетрадь, мама приносила тетради, да, что у него где-то лицов 5-6, там еще и дырочки. Значит, как мы еще видим таких деток, здесь на слайде есть, он при гипертонусе, без причины плача, без спокойства, посмотрите, у него просто гипертонус, да, но мы видим эмоциональные нарушения тоже. Сопротивление при попытке спровоцировать движение, потому что при тонусе в мозг не уходит сигнал, как у нормальных людей, да, где мое тело сейчас находится. И вообще каждое движение производить очень сложно. И, как правило, сжатые пальцы рук, но это признак необязательный, да, но все-таки. Здесь не прописано, но опять из практики, да, когда вы берете за руку вот такого ребенка с гипертонусом, он очень сильно будет сжать на вашу руку в поисках связи, да, нажатие будет сильным. И рука у такого ребенка будет тяжелая и как будто бы, знаете, такая не очень упругая, жесткая такая. С гипертонусом, наоборот, посмотрите, дети, которые удивительно спокойны, у которых длительный сон, постоянно сонные, вялые, которым очень трудно даются любое движение. Как правило, они, поскольку гипотонус, да, такое мягкое, расслабленное немножко тело, это тело, у которого нет поддержки. Хочется постоянно голову положить, лечь куда-то, да, ну и про моторику я сказала, это слабое нажатие. Елена, вопрос в чате. Тонус, гипертонус, понимание, смотрите, значит, огромная энергия головного мозга уходит на то, чтобы ребенку написать. То есть при гипертонусе, вот когда ребенок прям выписывает каждую букву, огромное нажатие, вся энергия ребенка уходит на то, чтобы писать сейчас. Но никак не на то, что сейчас мне нужно внимательно, например, переписать с доски, да, или внимательно переписать там с учебника текст. Он будет сосредоточен на том, что он будет выводить вот эти буквы. При гипертонусе тоже. То есть тут проблемы начнутся, вот перелистну давайте вот сюда, чтобы понятно было. У нас нарушения энергетические, да, например, тонусные нарушения. Но эти энергетические нарушения, кажется, внутри головного мозга, тянут за собой нарушение программирования и контроля деятельности. Как цепочка. Нарушения в одном блоке тянут за собой нарушения в остальных блоках. Поэтому вот тема гипертонуса очень важна. Значит, как снять гипертонус? Пойду немножечко побыстрее, ладно, коллеги? Значит, как снять гипертонус? Обычными методами это массаж. Неврологи. Мы должны будем... Лена, вопрос хороший, да, спасибо. Лена в чате задает вопрос. Мы должны будем не над почерком разобрать, да, а мы будем работать над энергетическим потенциалом. Именно над ним, то есть будут входить все упражнения для работы с энергетическим блоком. Не только с ним, потому что он тянет за собой все остальные, да, как бы нарастающие. Но на нем будем делать упор. Значит, Ирина, давайте обсуждать в конце. Но давайте по ходу, потому что так интереснее, да, чтобы мы вот на этом сразу обсудили и пошли дальше. Это же интересные вопросы. В принципе, Лена очень правильно задает вопросы. Значит, смотрите, с тонусом работают неврологи. И тонусные всякие нарушения у детей, как правило, до года выявляются. То есть, когда ко мне на диагностику приходят, уже с карточками, да, детей, уже родители, когда опрашивают, начинаешь их смотришь, карточку, в принципе, тонусное нарушение неврологи их прописывают. Поэтому очень часто неврологи именно вот на этом этапе, да, когда обнаружен там до года очень часто, они прописывают массаж. Массаж рекомендуют проделывать два раза в год. Обычно это, ну, не нейропсихологи, да, рекомендуют. Обычно это весна и осень, такие периоды. Ну, или зима и лето, да, чтобы полгода прошло. Вот. Но не всегда, на самом деле, вот аутистов, например, не всегда тонусное нарушение уходит. И мы, прежде чем нейропсихологи, включать, например, аутиста или ребенка с СДВГ в работу, да, и это касается детей с нарушением слуха, зеления, ДЦП, мы включаем энергетический блок, и это разные техники массажа. Здесь только вот некоторые на картинке, я думаю, что они вам понятны, да, это массажные коврики, внечки массажные, круги, мячики и так далее. Можно их использовать, есть отдельный комплекс упражнений. Теперь, для того, чтобы запустить энергетический блок, вы можете, кстати говоря, все это использовать, и вот поскольку здесь учителя и педагоги, и как разминка, да, на процессе того, как проходит обучение. С мячиками у меня очень часто СДВГ, когда приходят, есть еще такие проволочки на пальчике, не вспомню сейчас, как они называются. Спиральки такие. Чтобы включиться в работу деткам с СДВГ, я родителям говорю, либо вот массажный мячик можно положить, да, в рюкзак. Это из того, что нам доступно, что когда вот мне нужно сосредоточиться, мне нужно включиться, немножко помассажировать, взрослые СДВГшники 9-10 лет, они знают, что надо делать, да, или пальчики помассажировать. Растяжки тоже для энергетического блока. Это специальное упражнение на растягивание, вы тоже их, скорее всего, знаете. И это вот вспоминайте. Кто-то, наверное, знает, есть упражнение крапивницы, да. Вот очень хорошая, на самом деле, штука. Сейчас очень редко я вижу, что дети в нее играют, но вот мы, как дети из Советского Союза, постоянно все в дворе друг друга делали. Это очень классная штука и для тонусных нарушений тоже, да. Это растяжки, имеется в виду, прям в прямом смысле растягивание руки, ноги, тела. Это вот крапивница и это, наоборот, стягивание. Когда я стягиваю, прям, да, это все работа с телом. Значит, так, так, сейчас сориентируюсь. Где-то хотела, видимо, включить упражнение на растяжку, но не включила. Может быть, там я не туда включила, сейчас посмотрим. Значит, теперь, это то, что касается энергетического блока, да, то есть это упражнение опять на тонус, на растяжки. Есть глазодвигательные упражнения для таких деток. Можно тоже посмотреть. Ну и дыхательные, да. Значит, теперь нам нужно понять, как мы будем действовать, когда нам нужно поработать со вторым блоком. Да, это, во-первых, есть некоторые принципы, и это принципы, которые вот вины в обучении будут и в воспитании. Мы, прежде всего, сегодня про них. Значит, это, прежде всего, игровая форма, особенно с маленькими детьми. Мы говорим сейчас про деток с ОВЗ, обычных нормотипичных, как говорят нейропсихологи, детей, самих по себе в игровую форму включить легче, да, и усвоить в игровой форме легче, чем это будет стандартный урок, например. Тем более это касается деток с ОВЗ. То есть в игровой форме это будет очень легко и просто проходить. Системность. Упражнения должны быть систематическими. Например, если мы возвращаемся к первому блоку, дыхательные упражнения. Они могут усложняться, там есть система усложнения, да, кому интересно, посмотрите. Но если вы строите, да, вот эти упражнения, вы их включаете, например, в класс, там, я не знаю, с детьми первого класса, например, второго класса, то это должны быть систематические упражнения и упражнения на усложнение. Начать с самого простого, да, и дальше уже по усложнению. Значит, с позиции нейропсихологии, обучение, воспитание, особенно когда мы говорим про второй блок, должно быть с переходом от предметного действия к выполнению абстрактных заданий. Что значит от предметного действия к абстрактному? Очень ярко это видно на примере счета, когда мы учим ребенка считать. Что значит от предметного действия? Значит, это конкретно какие-то предметные действия для того, чтобы научиться в нашем случае считать. То есть мы будем, например, к примеру, это может быть на самом деле все, что угодно. Вырезать из цветной бумаги круг один. И для нас это в предметном действии будет один. Катать из пластилина шарик. Например, нам нужно усвоить число семь. И мы будем катать семь шариков. И постепенно, постепенно, это переход к выполнению абстрактных заданий, когда ребенок решает задачу. На основании того, чтобы он усвоил счет. Значит, смотрите, здесь мы подробно останавливаться, у нас не будет времени, но у меня будет время, зато вам немножко, ну как бы, наметки. Есть в нейропсихологии очень хорошо разработанные различные пособия. В данном случае я в камеру вам показываю пособие Пылаевой Охутиной, школа внимания называется. Пособие, которое построено как раз-таки от предметного действия, с позиции, прям как раз с позиции нейропсихологии, к выполнению абстрактных задач. Есть из этого же практически печатного пособия, пособие называется «Скоро в школу» Охутина, Пылаева, Хатылева, тоже построено, вот здесь обучение прежде всего математическим способностям, обучению счета числу, построено пособие прямо от начала предметного действия к абстрактным заданиям. Это для деток-дошкольников «Скоро в школу», школа внимания для первоплашек, и есть школа умножения, это второй, третий класс. Тоже все задания разработаны с позиции нейропсихологии, предметного к абстрактному действию. Учет пространственного фактора. Во всех вот этих пособиях он тоже есть, значит, пространственный фактор, мы помним, что во втором блоке у нас лежит зрительная, слуховая и тактильная система, и там, где они перекликаются, друг с другом общаются, я уж так условно говорю, это формирование пространственного фактора, и за него, вот в пособиях конкретно, отвечают расположение предметов на листе. Когда предметов на листе может, например, быть только два, и когда вдруг появляются большие картинки с обращением к зрительной системе, к тактильной, к целому пространству, сейчас я покажу, например, вот такое, и нужно будет выполнить какое-то задание. Вот это вот про пространственный фактор. Требования к зрительному материалу, если у ребенка нет зрительных, конечно, нарушений, это от простого к сложному. И повторение периодическое, я думаю, как педагоги вы уже знаете, повторение не повторяется. Значит, давайте обратимся вот еще к чему. Значит, мы всегда работаем с ребенком в зоне его ближайшего развития, то есть на будущее, то, что на перспективу. Запись, ребята, вы можете найти, наверное, на сайте выложенка, и сказать, что на сайте выложен. Вот, значит, в целом, когда мы работаем с детками с ОВЗ, да, в инклюзии, мы опираемся на те звенья, которые у нас уже сохранны. Я уже вначале говорила, что если это ребенок с нарушением зрительной системы, мы все практически будем строить занятия, располагая только слуховыми и тактильными ощущениями, да, когда мы, например, лепить будем для того, чтобы счет сформировать, да, навык счета. Если это нарушения, например, тактильные, да, что редко встречается, но все-таки у деток с ДЦП, да, может быть, мы будем оперировать к зрительной слуховой системе и так далее. В принципе, все нейропсихологические упражнения и коррекция будет построена именно на этом. Мы в нейропсихологии, конечно, не говорим про, например, полное, да, отсутствие зрения и отсутствие слуха. Но слабослышащие, например, и слабометящие к нам приходят. И тогда мы работаем с другими анализаторными системами. Значит, как все упражнения, вообще все занятия будут построены. Значит, на первом этапе мы с ребенком, и вы это, скорее всего, видите, это не только вы как в какой-то там коррекционной работе, в обучающей работе, но, в принципе, по жизни так происходит. На первом этапе совместное шаг за шагом выполнение действий по речевой инструкции взрослого. И на этом этапе мы планируем, как взрослые, и мы контролируем. Значит, что значит совместность со шаг за шагом выполнения? Обычный бытовой пример. Когда маленький ребенок, уже говорящий, да, годик, например, говорит, я хочу пить. На что, вспоминайте, здесь, наверное, большинство все-таки мамочек, мы с ребенком вместе, да, проконтролировав, идем на кухню, я, к примеру, да, говорю, наливаем стакан воды. Хорошо, если это понимающая мама, и она еще речевой инструкции, все это, все каждое действие проговаривает. Точно так же мы проговариваем в воспитательном процессе, да, в обучающем процессе, в школе, в детском саду, где угодно. Совместное проговаривание, это как раз-таки планирование, да, то есть третий блок, там, где мы планируем деятельность, где ее контролируем. То есть вместе с ребенком идем, наливаем воду, ребенок пьет. Это вот этап, когда мы совместно выполняем действия по речевой инструкции, и на этом этапе взрослый контролирует и планирует. То же самое касается и обучения, да, когда мы счет, например, учимся. Это совместное пошаговое, на втором этапе, совместное пошаговое выполнение действий по наглядной программе, когда ребенок видит, как мы делаем, да, и пытается повторить за нами. Теперь, посмотрите, планирование и контроль распределяются между взрослым и ребенок. То есть педагог организует, ребенок в это время пытается встречать результат. На третьем этапе это совместное выполнение действий по наглядной программе. Переходим от пошаговой инструкции к свернутой форме реализации. И в этом случае контроль взрослого уменьшается. Да, в основном, это совместное выполнение действий по наглядной программе. То есть есть уже какая-то программа, мы ей уже следовали, совместно выполняем, но контроля взрослого здесь не осуществляется. Контроль за ребенком. Самостоятельное выполнение действий по усвоенной внутренней программе, когда программа уже есть, когда я точно знаю, что мне для того, чтобы попить, надо сходить, на кухню налить и вот это вот действие произвести. То есть это действие переходит во внутренний план, говорил Александр Роман Шлори, психолог, возрастной психолог. Происходит процесс интерризации от внешнего действия во внутренний план. И взрослый на этом этапе, как правило, уже не контролирует, ничего не производит, при необходимости напоминает. И на пятом этапе самостоятельное выполнение действий по внутренней программе, перенос этой программы на новый материал. Посмотрите, это, собственно говоря, то, как мы, например, выполняем домашнюю работу с ребенком. То есть в первом классе это, например, совместное выполнение, когда взрослый строит процесс, контролирует этот процесс и постепенно, постепенно, например, ко второму, к концу второго, третьего класса это самостоятельное выполнение, когда ребенок сам организует свою деятельность, сам понимает, как эту деятельность организовать, по какому плану он сейчас будет действовать и сам эту деятельность контролирует, например, проверяет сам себя после того, как выполнил домашнее задание здесь маленькая ремарочка поскольку мы все родители вот есть групповые чат наверно родительские у всех в эти групповых чатах восьмом например 10 классе до сих пор родители пишут а напишите что задали да это не нормально для 8 9 10 но вообще для начинает нам с пятого класса до когда взрослый продолжает контролировать продолжает планировать вот эту деятельность по выполнению домашнего задания таким образом вот эти без инициативные взрослые дети это живут сформированное в семье без инициативность как и за тебя все делали это вот схема и для отдельного урока и для формирования отдельного навыка она всегда работает значит если мы будем говорить про коррекционную программу то в нейропсихологии мы вот пока на первом этапе мы не выполнили да мы на второй этап не переходим каждый следующий должен быть на основании успешного освоения предыдущего значит еще что кива конкретно до упражнения давайте посмотрим можно применять для развития это упражнение на растяжку на но хорошо работает во втором блоке можно использовать в детском саду экономия времени я сейчас не буду его проговаривать да вы потом у вас будет презентация посмотрите но есть я для примера только вот это упражнение привожу опять-таки есть огромное количество упражнений можно посмотреть у семенович да в нейропсихологические упражнения по-моему так называется труд разные разные упражнения вы там найдете упражнения глазодвигательные может быть вам покажется что это упражнения на самом деле все про тело да и никак не связанные с там с обучением воспитанием и так далее но это упражнения которые помогают включить головной мозг да и немножечко в систему его привести глазодвигательные упражнения вы скорее всего тоже про них знаете очень часто рекомендуют офтальмологи да это упражнения как раз таки для движения глаз значит они не только зрительную систему тренируют но вот зрительный анализатор в целом тоже не буду сейчас проговаривать на слайде текст есть но единственное что хочу обратить внимание это упражнения которые выполняются начиная с первого этапа самого легкого и заканчивая поэтапно да тут это прямо прописано самостоятельным выполнением ребенка на первом так посмотрите попросить просто сильно зажмуриться затем широко открыть глаза на шестом этапе ребенок самостоятельно проделывает все упражнения поэтапно все упражнения прописано посмотрите значит так можно это пропущуете я проговорил чтение хотелось бы вам показать на примере чтения все таки как вот весь этот процесс до внутреннего перехода внутренней и начиная от предметного действия переход во внутренний план осуществляется на примере чтения значит какие мы предъявляем требования к чтению это подробнее да вот информацию про чтение про то как переходит наше предметное действие в абстрактный план вы можете почитать об статьях у хотелёвой нейропсихолог она есть в авторах вот в этих книжках значит что в чтении мы на первом этапе учим ребенка читать и посмотрите понимать текст до сначала читать потому что первым вас когда ребенок семилетний очень часто вы наверное замечали он текст не понимает но все-таки наша основная цель для того чтобы он текст понимал на втором этапе работы с чтением из текста ребенок переходим к плану абстракции умеет обобщать и интерпретировать информацию которую он в тексте только что прочитал проверять ее и формулировать утверждение которые были тексте делать выводы и так далее и на третьем этапе применять эту информацию которую только что прочитал переделывать эту информацию в конспекты например да это уже абстрактная деятельность в табличке кратко записывать и так далее есть касательно чтения у хотелёвы разработаны приемы как можно да на примере чтения предметного действия вот какие приемы конкретно можно применять во первых это многократное чтение когда мы текст читаем несколько раз желательно вслух и вы по себе наверное знаете что ну вот когда например приходит какой-то документ я не знаю руководящих звенов а звеньев вы наверняка прочитав один раз не всегда понятно о чем сейчас речь да и что от нас требуется многократное чтение в этом процессе нам помогает понять точно так же у деток многократное чтение нам нужно для того чтобы этот текст папа понять а чтение жужжащие больше техника применимо для классов и в индивидуальном чтении а именно для класса когда мы читаем всем классом одновременно в пол голоса каждый в своем темпе но это чтение происходит вот прям как жужжащие как уже чтение поисковые что это защищение с выделением заданных объектов когда нужно читать соблюдая знаки припинания посмотрите усложняется да немножко то есть мы сначала просто читали потом многократно повторяли читали пытались понять теперь мы пытаемся читать с условием что мы знаки припинания да еще видим это обычно еще и чтение по ролям например это на следующих этапах выделение значимых слов в тексте да когда просят например в русском языке выделить те слова которые для нас значимы или выделить только глаголы выделить только существительные это мы все переходим до в абстракцию чтение с остановками постановка вопросов после текста и ответов на эти вопросы это работа с деформированными словами предложениями и текстами когда нужно из деформированных например слово когда буквы переставлены до собрать новое слово это приемы воспроизведения по памяти можно просто по памяти можно опираясь на какую-то схему например ребенок сам эту схему сделал да сам нарисовал рисунок и потом текст по памяти вспомнил это таблицы и тогда это исправление ошибок в тексте да очень часто в русском языке встречаются такие задания это все виды записи под диктовку да это деление текста на части когда дан текст целиком полностью и нужно например его разбить на абзацы для того чтобы разбить на абзацы нам нужно понимать что в каждом абзаце это отдельно мысль для того чтобы эту мысль подчеркнуть надо прочитать и выделить потом еще это запись ключевых слов выражений это выборочное конспектирование ну и различного вида зрительные диктанты да когда мы например зрительно текст запоминаем обычно начинать сначала небольшой потом большой и записываем его в тетрадь или как здесь на слайде например когда текст сначала разбирается на доске и потом уже под диктовку под самодиктовку на память этот текст воспроизводится я вернусь наверное вот сюда вот чуть-чуть чтобы вам немножко еще рассказать про мы поговорили про энергетический блок про слуховой зрительной и зрительной пространство информацию да про усложнение конкретной приема на примере чтения и у нас остался программирование и контроль и я думаю что уже поняли наверное вы что когда формируется энергетический и хорошо сформирован блок второй третий как бы да подтягивает за собой все остальные и развивается на основании того что развивается первый и второй если первый и второй чуть-чуть подтормаживает 3 тоже значит есть отдельные упражнения для третьего блока но посмотрите это в принципе это даже не упражнение этой игры вот все игры которые имеют в своей инструкции правила любое правило начинают самого простого до сложно когда надо сразу несколько условий соблюсти они в принципе направлены на программирование и контроль да это начиная от игр в прятки которые мы в детстве все играли это съедобная несъедобная например да на усложнение это будут шахматы шашки и вообще сейчас очень много игр вот подобного рода у меня например на столе лежит мем всем знакомые мем это тоже про программирование контроль и про память тоже все настольные игры это про программирование и контроль очень рекомендуют например в перерывах играть именно в настольные игры я про сейчас про школьные период перемены да да стула на игры потому что одновременно с этим вы еще и развиваете третьего лурия это программирование контроль когда мне точно нужно поднимать что мне сделать для того чтобы достичь эту цель и потом эту цель еще проконтролировать вот коллеги у меня в принципе на сегодня все презентация у вас будет если есть вопросы вроде вопросов нет он вам спасибо за участие за вопросы да вот кто задавал подождем организаторов обещали рассказать скачать коллеги спасибо вопросов не вижу да надеюсь действительно было полезно и что-то для себя взяли на ней обязательно все потому что все не получается никогда не себе взять ну что-то обязательно должно лечь а и 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 Продолжение следует...